Коллеги, добрый день. Я хочу выразить свою благодарность за приглашение выступить на этом замечательном форуме. Меня зовут Оксаненко Александр, и я являюсь директором по маркетингу продукта SkyChain. И я хотел бы поговорить с вами о самой ближайшей перспективе, о том, что ждет нас в будущем, и что является прямо совсем осязаемой перспективой для всех нас. Это медицина повышенной эффективности, сближение человеческого и искусственного интеллекта. В первую очередь хочу обратить внимание на тренды развития современной медицины, которые во многом определяют ее развитие. Ну, в первую очередь это медицина 4П, о которой уже говорили несколько лет назад, и все дело ведет к тому, что эти 4П действительно являются важными в здравоохранении. Это, прежде всего, конечно, предиктивная, превентивная, персонализированная и партиципативная медицина. Накопление больших объемов медицинских данных – это уже давний тренд, и, конечно же, этих данных становится действительно много, но главный вопрос – это что делать с ними, и вопрос этот является довольно острым, так как в данный момент главной целью является как раз-таки поиск тех необходимых механизмов, тех необходимых алгоритмов, которые позволят нам обработать все имеющиеся объемы данных и извлечь из них максимальную пользу. Также, да, является максимальная нагрузка на медицинского специалиста, так как цифровизация пришла в очень многие сферы человеческой деятельности и во многом их облегчила. А в медицине цифровизация не настолько сделала процесс работы специалиста настолько простым, как во многом это упростилось в остальных сферах. Поэтому это также является одним из трендов. Применение искусственного интеллекта я хотел бы разделить на три уровня. Применение, прежде всего, применение для медицинских информационных систем и организаций, для врачей и для пациентов. Коротко остановлюсь на каждом из них и скажу пару слов. Применение искусственного интеллекта для МИСС. Здесь я хотел бы в большей степени остановиться на алгоритмах в области MLDL, Machine Learning и Deep Learning для оценки вероятности клинических исходов. Здесь я вывел в таблице определенные исследования. И здесь вы можете видеть, насколько искусственный интеллект позволяет вывести определенные клинические исходы, основываясь на различных данных из, соответственно, истории болезни, либо каких-то анализов. Это является очень важным элементом, так как, в свою очередь, при, к примеру, паллиативной помощи, искусственный интеллект может помочь выявить ту необходимость, к примеру, искусственной вентиляции легких, которая позволит спасти жизнь человека. Применение искусственного интеллекта для пациентов. Также еще пару слов скажу про использование искусственного интеллекта для больниц. Это также, конечно же, более оптимизированное бронирование и администрирование труда, и также бронирование различных операционных и так далее. Применение искусственного интеллекта для пациентов. Конечно же, в первую очередь, я хочу выделить носимые устройства, то есть wearable devices, и, конечно же, одним из самых продвинутых в плане маркетинга и в плане популярности таких устройств – это часы от Apple, которые позволяют также выявлять различные отклонения сердечного ритма и предлагают сделать ЭКГ, которое также будет обработано на нейросети. Также я хочу выделить различные проекты, которые занимаются анализом различных входных параметров человеческого организма, различных биомаркеров, и на основе них, также после обработки, предлагать человеку определенные рекомендации по сохранению здоровья. Дальше я хочу рассказать про применение искусственного интеллекта для врачей. По статистике CNBC медицинские ошибки находятся в тройке главных причин смертности. И основные причины при диагностике – это узкое видение проблемы врачом, недостаток знаний и опыта, нехватка времени для изучения истории болезни, а также человеческий фактор. И искусственный интеллект – это что-то такое, что действительно может не подвержено ни одному из данных факторов и позволит действительно радикально поднять качество диагностики. Здесь я выделил также часть проектов, которые уже получили одобрение в Соединенных Штатах от регулятора, от FDA. Да, часть этого слайда уже была у господина Владимирского в презентации. Да, этих проектов зарегистрировано в 2018 году порядка 14 штук. И все они довольно интересны. Как вы можете видеть по сути разработки, они все довольно разнородные и действуют в разных сферах и в разных видах диагностики. Есть определенные проблемы разработки программы средств на основе искусственного интеллекта, нехватка подготовленных медицинских данных, которые сейчас остро чувствуются разработчиками, а также ограниченная правовая база и законодательные барьеры. Да, сейчас довольно сложно зарегистрировать программное обеспечение, так как практически все они проходят по, если говорить про опыт в Соединенных Штатах Америки, все они проходят по классу 2А, и, следовательно, регистрация является довольно сложным делом в нашей стране. Поэтому, как следствие, на данный момент нет ни одного зарегистрированного средства в России. Но определенные подвижки, заранее скажу, что есть. Да, мы открыто приветствуем инициативу президента России создать определенную песочницу в городе Москва до конца года. И поэтому посмотрим, как это все пройдет. И пару слов расскажу про проект, в котором я, собственно, участвую, в котором я задействован. Это создание единой платформы, в рамках которой мы планируем объединить всех ключевых участников рынка. Прежде всего, это поставщики данных, в роли поставщиков данных будут выступать различные медицинские организации, которые имеют размеченные наборы данных и хотели бы как-то их использовать. Они поставляют данные, разработчики искусственного интеллекта на основе этих данных загруженных будут разрабатывать свои нейросети. Поставщики вычислительных ресурсов будут получать пассивную прибыль, а доктора будут платить за каждое использование созданных нейросетей. И прибыль будет распределяться между всеми потенциальными участниками. Конечно же, проблема данных, действительно ли они подходят для обучения, стоит довольно остро. И поэтому поставщиками данных смогут выступать только верифицированные медицинские организации. Мы выпустили в прошлом году, конкретно летом, альфа-версию нашего продукта. Пока что еще только своими силами разработали несколько нейросетей. Конечно, в данный момент не стоит даже говорить о какой-то их практической применимости, так как они все довольно далеки. Мы просто хотели в рамках нашей альфа-версии показать определенную вариативность, определенный спектр действия всех нейросетей. И показать, что они действительно способны действовать в разных направлениях. И искусственный интеллект может помочь в диагностике абсолютно везде. И также после этого мы выпустили бета-версию, которая уже включает в себя основной функционал для всех участников. Для поставщиков данных это возможность публикации и сегментации датасета. То есть сегментация подразумевает собой то, что данный датасет будет поставщиком поделен на три части, чтобы разработчик, который будет создавать на данном датасете свое решение, не мог как-то его загрузить и даже как-то просмотреть. Он сможет просмотреть только определенную видимую часть, а дальше на основной части он будет уже, соответственно, обучать и создавать свое решение. И также будет в этом датасете небольшая валидационная часть. Разработчик может создавать и редактировать, и публиковать собственные проекты, разработанные на основе данных датасетов. У нас предусмотрена интеграция с Jupyter Notebook, и поэтому также мы планируем то, что разработчики будут активно пользоваться и создавать свои решения. А также возможность, соответственно, использовать и тестировать решения для доктора. В данный момент мы сейчас находимся на таком этапе, когда мы работаем активно с некоторыми партнерами в рамках создания каких-то собственных совместных проектов. Эти проекты включают в себя гистологическое исследование, работу в гистологии, то есть идентификация рака простаты на гистологическом слайде цифровом. А также работа, мы также работаем с сетью стоматологических клиник по работе по выявлению различных нарушений в компьютерной томографии челюсти. И вот уже данные два проекта, два продукта, которые будут в дальнейшем нашими, можно сказать, главными флагманами, мы планируем тщательно валидировать и приступить к клиническим исследованиям до конца этого года. Ну, про проблемы и ограничения я уже в принципе сказал. То, что безопасность данных, неточность теперь разработки и ограничение государственных регуляторов. Также, прошу прощения, я забыл упомянуть, то, что наша платформа будет также работать с использованием, применением технологий блокчейн, для того, чтобы датасеты, которые были уже загружены, они никак не могли быть подменены, либо как-то искажены в каких-то корыстных и злых целях. В принципе, все. Спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. Продолжение следует...